Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас, и с сегодняшнего дня я решила сделать новую рубрику на своем канале, которая посвящена эмиграции. Несмотря на то, что в основном я занимаюсь туризмом, очень много ежедневно приходит вопросов по эмиграции. И сегодня мы с Марком решили раскрыть одну из самых, наверное, насущных тем по эмиграции. Это виды легальной эмиграции в Испанию. В одном месте сегодня в интернете вы нигде на русском языке не найдете этой информации в одном месте. В полном объеме. Поэтому это уникальный контент, который не забывайте себе сохранять, не забывайте делиться со своими друзьями. Итак, давайте начнем. Какие же существуют виды легальной эмиграции в Испанию? Прежде всего, это ВНЖ без права на работу, ВНЖ с правом на работу по контракту, студенческая виза, золотая виза инвестора, ВНЖ по оседлости, ВНЖ по воссоединению семьи, статус беженца, ВНЖ с правом на работу по открытию своего предприятия, Резиденция для специалистов высокой квалификации и замужество или женихба. Давайте рассмотрим каждый из этих видов переезда в Испанию поподробнее немножко. Итак, давайте сначала поговорим про ВНЖ без права на работу. Марк, как можно получить такой вид на жительство в Испании? В НЖ без права на работу это тот вид на жительство, который вы получаете, если у вас достаточно средств для проживания на территории Испании. То бишь, как это делается? У вас на счету, допустим, на российском банке должно быть достаточное количество денег на свою жизнь, существование в Испании, либо постоянный доход, позволяющий вам жить в Испании. Как высчитывается этот доход? Берется минимальный, как МРОТ в Испании есть, да, это там 500, приблизительно 40 евро, умножается на 4, поскольку вам еще нужно на что-то кушать, на что-то снимать жилье и так далее. И приблизительно это 28 тысяч в год вам нужно для того, чтобы переехать в Испанию. Как это подтверждается? Во-первых, у вас могут быть накопления на вашем счету, у вас может быть контракт на работу, не требующий вашего присутствия в России, допустим, или в той стране, откуда вы происходите, покрывающий эти расходы. Но имейте в виду, данную цифру, которую я вам озвучил, это ваши затраты на жизнь в Испании. Также вы еще должны отдельно снять ваше жилье и предоставить контракт. Соответственно, самый простой способ, который мы делаем. Показываем на вашем счету выписку из банка, что у вас есть эти пресловутые 28 тысяч евро на год. И, допустим, у вас есть контракт на жилье, либо у вас есть собственное жилье в Испании и так далее. Данный вид на жительство не предоставляет вам права на работу в Испании. Что это значит? Что вы не можете легально устроиться на работу в Испании, но при этом любой гражданин, абсолютно любой страны, может открыть свое предприятие в Испании, свою фирму и, собственно, получать доходы именно из этого источника. Допустим, вы занимаетесь какой-нибудь директуральной деятельностью, например, фотографией, промоушеном, может быть, маркетинговыми услугами или разработкой, как я, например, и открываете свое предприятие. Для того, чтобы открыть предприятие, вам нужен один человек, который будет администратором этого предприятия с правом на работу и с контрактом на работу. Соответственно, вопреки многим заблуждениям, это должен быть не обязательно испанец. Это может быть абсолютно любой человек с правом на работу в Испании. Например, ваш соотечественник или представитель любой другой страны, который уже живет с ВНЖ в Испании с правом на работу. Соответственно, вы должны будете платить зарплату этому администратору, но как плюс вы, как директор компании, имеете право предоставлять услуги этой компании. Вы можете работать во благо этой компании, вы можете легально осуществлять какие-то услуги во благо этой компании и, соответственно, получать дивиденды, как владелец этой компании. Соответственно, даже без права на работу вы получаете легальное право работать и зарабатывать в Испании. И здесь также нужно добавить, поскольку этот вид эмиграции подразумевает, что вы самодостаточный, вы на самофинансирование, то ни о каких социальных плюшках при данном виде ВНЖ вы эти плюшки не получаете. То есть ни о какой бесплатной медицине здесь речь не может идти. И вы должны для себя делать частную медицинскую страховку. ни о каких пособиях и, ну, все социальные какие-то плюшки, которые существуют в Испании, пусть их и мало, но они все-таки есть, по данному виду ВНЖ вам не положены. То есть вы полностью автономно себя самообеспечиваете экономически. Этот же вид, кстати, эмиграции, он существует практически во всех странах Европы, ну и не только Европы, по всему миру, когда вы подтверждаете, что вы от государства не ищете ни работу, ни каких-либо социальных и материальных благ. Следующий вид ВНЖ, это ВНЖ с правом на работу по контракту. Для того, чтобы получить данный вид на жительство, вам нужно просто найти работу в Испании. Соответственно, есть некоторые бюрократические сложности, то бишь ваш работодатель должен доказать, что именно вы, а не любой другой человек с правом на работу в Испании имеет, походит больше на эту должность, да. На самом деле Испания в этом плане не самый легкий способ иммиграции. В той же Голландии или Германии там в тысячу раз проще. Но в Испании в принципе это тоже не невозможно. Любая существующая компания, допустим, там ваших же соотечественников, друзей или может быть тех же других мигрантов из других стран могут пригласить вас на работу. Мотивирует это тем, что вы достаточно квалифицированный сотрудник в данной области. И плюс у вас есть какие-то еще языки, которыми скорее всего не владеют местные жители с правом на работу в Испании. Кстати, я часто подчеркиваю, что это любые жители Испании с правом на работу, потому что в большинстве источников на русском языке, которые я читал, обычно говорится, что это должен быть испанец. Это все бред. Для испанского государства все абсолютно равны. Есть ли у вас ВНЖ с правом на работу, есть ли у вас паспорт Испании, либо паспорт другой страны Евросоюза с правом на работу в Испании. Испании для испанского государства это все абсолютно равные люди. И нет никакого преимущества между испанцем, либо другим представителем любой нации с правом на работу в Испании или с правом на проживание в Испании. Это абсолютно не те же люди. Итак, для того, чтобы переехать по данному виду на жительство, что вам нужно? Вам нужно, чтобы кто-то вас пригласил на работу и поручительствовался за вас, что этих денег вам будет достаточно вяжения в Испании, чтобы вы будете действительно работать в этом месте. И вы получите таким образом вид на жительство на один год с правом продления. Соответственно, если вы не меняете работу, вы потом практически автоматом получаете продление уже на два года, затем еще на два года, а после них вы уже получаете постоянно вид на жительство, что называется Residencia Permanente, то бишь, которое уже вообще от вас не требует никаких других оснований, вы по нему через еще пять лет получите уже гражданство, сдав два экзамена на то, что вы знаете культуру и то, что вы знаете испанский язык. Все просто. Поехали дальше. Да, все просто, но это, нужно заметить, один из самых, наверное, сложных видов получения видов на жительство в Испании. Ну и здесь же, наверное, из этого вытекает следующее, они практически похожи, это резиденции для специалистов высокой квалификации. Да, это очень похожий вид на жительство. Вам, опять же таки, нужно показать ваши дипломы, что вы отучились по какой-то определенной профессии, это может быть чаще всего инженерия, причем инженер может быть архитектором, инженер может быть индустриальным инженером, инженер может быть, как я, программистом и так далее, что, в принципе, достаточно легко сделать. И что вы отработали хотя бы три года в своей стране по данной специальности, и у вас есть какие-то регалии, что вот вы там достаточно компетентный человек, что только вы так крутые в этой профессии, что вам нет равных. Тоже достаточно непростой, но не невозможный способ. Я знаю людей, которые по нему переезжали, будучи просто такими же разработчиками, инженерами, как я сам. Поехали дальше. Ну, здесь я еще хочу заметить, что специальности, по которым можно получить этот вид резиденции, в Испании, как и во всех остальных странах Европы, он определен в список этих профессий государством. Да, конечно. И всегда можно в официальных документах свериться с этим списком, подходит ваша специальность под эту категорию специалистов или нет. Итак, следующий вид получения права на жительство в Испании – это студенческая виза. Да, студенческая виза, кстати, до последнего времени была тоже одним из самых простых способов отрезания в Испанию. И самых распространенных. Да, до последнего времени. Потому что очень многие хотели сюда переехать и просто поступали на какие-нибудь языковые курсы испанского языка и получали эту резиденцию. Испанское правительство поняло, что их очень много обманывают в этом плане, что многие контракты фиктивные и стали более требовательны относиться к учреждению. Это, скорее всего, должно быть либо государственное теперь учреждение, либо учреждение на хорошем счету. Например, я знаю, в Барселоне есть языковая школа Дросанес, которая является одной из самых лучших школ в Каталонии, например. И ее контракты для студентов котируются. Но сейчас, если вы будете это делать, в 2020 году, в 2021, имейте в виду, что лучше вам присмотреть что-то более оригинальное, чем просто изучение испанского языка. Например, у меня есть одна знакомая, которая переезжала тоже по студенческой визе, и она поступила в школу танцев. То бишь, она балерина, она танцевала в России очень много лет, в Санкт-Петербург ездила учиться, и там познакомилась со своей будущей учительницей, которая преподавала ей в Испании. И благодаря такому более оригинальному способу она очень просто получила свою студенческую визу. Но имейте в виду, что эта виза не совсем такая же, как все остальные студенческие в НЖ. У вас есть, во-первых, право на работу на половину рабочего дня, то бишь 20 часов в неделю. Но она не засчитывается в другие виды нажительства. Допустим, как там вид по оседлости или еще что-то. То бишь, когда ваша студенческая виза заканчивается, ваша ВНЖ, вам нужно срочно придумать, как вам остаться дальше в Испании, например, через открытие бизнеса или еще каким-то образом. То бишь, те, кто думает, что можно, допустим, по студенческой прожить 3 года, а потом перейти на оседлость, ничего не получится, это не засчитывается. Так что имейте в виду. И опять же-таки, при поступлении на учебу вам нужно показать, что у вас есть достаточно денег на обучение и на проживание, или что у вас есть поручитель, у которого есть достаточно денег для того, чтобы вы учились и жили в Испании. Ну и раз мы здесь уже упомянули о виде переезда и получении резиденции по оседлости, давай раскроем этот вопрос, который, наверное, чаще всего интересует самый хайповый в интернете. Самый хайповый, поскольку, по-моему, он только в Испании существует, этот вид. В Португалии тоже. В Португалии, да, тоже. Давай расскажем об этом видео. Окей. Ну, начнем с мифов. Я каждый год вижу, что в Испании закрывают этот вид на жительство. Могу вам ответить сразу, нет, его не закрывают, вряд ли закроют ближайшие десятилетия по одной простой причине. Бюрократия в европейских странах очень-очень медленная. Для того, чтобы принять какой-то закон, он тем более такой фундаментальный, как легализация, как эмиграция и так далее, должны пройти, если не годы, то десятки лет. И так просто, просто что-то изменить нельзя. Можно изменить нормы, можно изменить подходы. Да, нормы и подходы по данному виду жительства уже изменились. Если раньше вы могли просто приехать в Испанию, прожить здесь 3 года по туристической визе, которая сгорела, а потом получить ВНЖ, сейчас это уже стало невозможным. Вам нужно обязательно после того, как вы прожили 3 года, получить приглашение на работу. И только через это приглашение на работу вы можете легализоваться в Испании и получить ваше заветное ВНЖ, как обычно, сперва на год, потом еще на 2, потом еще на 2, и потом ПМЖ. Также это раньше было еще проще. Вы могли любого вашего знакомого, у которого более-менее какая-то есть работа, попросить контракт, что вы типа будете работать у него там уборщица, горничная или еще как-то дома. сейчас этот человек должен, начиная с 2019 года, предоставить справку о доходах, что у него доход в принципе гораздо выше среднего, чтобы он мог обеспечивать и себя, и после того, как он вам заплатит вашу зарплату, у него тоже еще какие-то оставались деньги на существование и достаточно высокие. Но опять же таки, это ничего невозможного. Вы можете найти действительно более квалифицированную работу, если вы хотя бы в чем-то разбираетесь. Вы можете попросить предконтракт на какую-то хорошую работу, и вашим бонусом будет, если вы здесь живете уже 3 года, наверняка вы можете выучить язык, наверняка вы уже обзаведетесь знакомыми и сможете получить ваше заветное ЛНЖ. Также здесь же есть третий пункт, возможный, когда вы прожили эти 3 года в стране по оседлости и хотите легализоваться, вы идете к хорошему специалисту, пишете бизнес-план, что вы откроете свое аутоному, это по-русски будет индивидуальный предприниматель или частный предприниматель, предоставляете в миграционку все нужные документы, предоставляете ваш бизнес-план, его рассматривают и, скорее всего, вам одобряют ваше ЛНЖ. Вы идете потом в налоговую, открываете свое индивидуальное предпринимательство, называющееся аутоному в Испании, и платите, соответственно, социалку, которая здесь причитается. Причем, кстати, для тех, кто не в курсе, у нас на первые несколько лет, до трех лет, идут скидки на социальные выплаты. Соответственно, первый год вы будете платить 50 всего лишь евро в месяц за существование вашего аутонома, ну и плюс там уже налоги с доходов, если они у вас будут. В принципе, для того, чтобы у вас был статус резидента, вам достаточно просто платить эту социалку первый год. На второй год желательно показать какие-то доходы. Соответственно, вот здесь я упомянул бизнес-план. Да, вы его показываете, вы его сдаете, но это не значит, что вы должны придерживаться прямо точка в точку этого бизнес-плана. Все понимают, как бы мы живем в разные времена, тем более сейчас, во времена коронакризиса. То, что вы написали в бизнес-плане, то, что будет в реальности, все понимают, делить нужно на 10 как минимум. Поэтому для них, как бы, то, что вы платите социалку, это уже достаточно. На второй год, да, можете показать доходы какие-то. Опять же таки, вы можете заявлять видом деятельности что-то одно, а работать там тем, чем вы занимаетесь, тем, чем умеете. И просто можете также докладывать ваши деньги на это автономо, как будто бы вы их заработали, допустим, на консультациях. Соответственно, если вы осуществляете консультации лицам, как бы, не живущим в Евросоюзе, вы еще не платите ИВУ, это НДС по-русски, и, по сути, вы платите только ваш там минимальный 19%. Марк, ну ты уже очень подробно раскрываешь следующую тему одной из наших грядущих, одного из наших грядущих выпусков о том, как открытие частного предпринимателя в Испании или свое предприятие. Мы об этом обязательно запишем отдельный выпуск. Единственное, что здесь мне хочется добавить о получении вида на жительство по оседлости. Некоторые считают, о, классно, приехал, три года отсидел и получил. Но на самом деле реально вы этот вид на жительство получите через, в лучшем случае, через четыре года, да, потому что после того, как у вас эти три года пройдут, вы должны собрать все документы, вы должны будете найти этот предконтракт на работу и очень долго потом эти документы рассматриваются. В реальности люди получают это примерно через четыре с половиной, через пять лет, некоторые через шесть лет, хотя знаю случаи, когда, да, люди получили через четыре года после своего приезда в Испанию. Поэтому не так, что вот три года прошло, вы документы отдали и получили и опаньки, счастье, вот оно, я резидент Испании. Разумеется, во всех городах, особенно в больших, всегда есть очереди в иммиграционную службу, сам процесс бюрократии он очень медленный и в лучшем случае, если вы вот подошли к тому дню, когда вы уже можете подаваться и у вас уже все готово, допустим, у вас есть предконтракт, у вас есть бизнес-план, вы нашли себе адвоката, который будет вести это ваше дело, это очень важный пункт, потому что без адвоката самостоятельно, скорее всего, про какую-то бумажку будете не знать, потому что бюрократия в Испании такая же, как и везде, беспощадная и медленная, часто что-то они от вас хотят, поэтому лучше найдите адвоката, который практикует это и если, кстати, вы уже прожили здесь 3 года, я подозреваю, что вы, скорее всего, знаете язык, хотя бы как-то, нанимайте местного адвоката, не парьте себе мозг теми, кто предоставляет услуги, скажем так, через переводчика или на местном языке, в смысле на вашем, зачастую это не такие высококвалифицированные специалисты, хотя случаи бывают разные, но я вот, например, подавался с испанским адвокатом и прошло все просто как по маслу, хотя тоже, на кого нравившиеся испанцы, как и все южные народы, абсолютно не любят работать и для них, как бы, сделал он вам контракт, не сделал, деньги он все равно свои получит и ему будет все равно, поэтому общайтесь, смотрите на адвокатность людей, на заинтересованность в вашем деле, на то, как они его ведут и так далее, ничего невозможного, но все требует времени. Так, давай перейдем к следующему виду, получение вида на жительство в Испании, это золотая виза инвестора. Золотая виза инвестора, это, кстати, один из самых распространенных и самых, скажем так, бенвенида в Испании, те, которые самые, как это сказать, бенвенида. Тех, кого здесь ждут прежде всего. В Испании ждут. Бенвенида, это добро пожаловать по-испански. Это те люди, у которых, как бы, много денег, которые вкладываются в экономику в Испании. Самый простой способ это купить жилье на 500 тысяч евро, чтобы получить право на получение этого ВНЖ. Это может быть как ваш дом, это может быть комбинированно, вы, допустим, покупаете там, допустим, на 300 тысяч дом и на 200 коммерческую недвижимость, сдаете ее в аренду еще и получаете доход. Можно и так делать. Можно несколько, допустим, купить дешевый дом и еще три дешевых локали и тоже их сдавать как бы в аренду. Это не имеет никакого значения, вы должны просто инвестировать в недвижимость эту сумму, которую назначала Испания. Соответственно, развею еще один из таких мифов. Это не значит, что вы купили и все у вас сразу же есть ВНЖ. Это вам дает право на получение ВНЖ. После того, как вы приобрели эту недвижимость, прошли всю эту бюрократическую машину, вам нужно подать точно так же все документы, как в любом другом случае, и ваше заявление будет рассмотрено, но с большей вероятностью удовлетворено. Следующий пункт внутри золотой визы это также может быть инвестиции в гособлигации или открытие депозитного счета. То бишь, вы также инвестируете на уже не 500 тысяч, а 1 миллион евро либо в гособлигации, либо в акции испанских компаний, либо кладете их на депозитный счет и так далее. Ну и дальше процедура идентична абсолютно любому другому виду жительства. Вы подаете все нужные документы, все те же самые справки и ваше заявление рассматривают. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Следующий вид получения вида на жительство в Испании это воссоединение семьи. Да, ну кстати, у нас воссоединение семьи и брак и замужество это, простите, одно и то же. Что такое воссоединение семьи? Если у вас есть какой-то испанский родственник, либо ваш соотвечник, который получил уже либо постоянный вид на жительство, либо является гражданином Испании и вы можете с ним воссоединиться. Это может быть ваш супруг-супруга, это может быть если вы находитесь на вождевении у ваших родителей, либо если вы еще несовершеннолетний и ваши родители уже живут в Испании. Соответственно, как это делается? Родственник, который у вас есть в Испании высылает вам приглашение на воссоединение с семьей. Вы также собираете все справки соотносящиеся с этим видом на жительство, доказываете, что вы родственники, собираете справки о том, что вы зависите от этого родственника, если это ваш кейс, и подаетесь в миграционку. Какие могут быть основания? Ну, как я уже сказал, это может быть ваш родитель, если вы несовершеннолетний, вам нужно будет просто доказать ростовой, соответственно, показать, что этот родитель в состоянии вас обеспечивать в Испании. если у него самодостаточный, точнее, от его самодостаточности уже не зависит доход, то ему нужно просто показать, что на вас у него есть от 540 евро плюс доходов дополнительных, на которые он вас будет содержать. Если это воссоединение с семьей по браку, то очень просто вы показываете и легализовываете ваши свидетельства о браке в Испании, даже если ваш брак был заключен за пределами Испании, вы просто его переводите, ставите апостиль и подаете в миграционку. Здесь, опять же, вам нужно доказать, что либо у вас, либо у вашего супруга есть достаточно денег на ваше обеспечение, как правило, это от 5000 и выше на счету, либо у вас, либо у вашего семьянина. Как правило, этого будет достаточно, хотя, может быть, и больше. Тут уже человеческий фактор, как обычно, бывает в Испании. Ну, и еще, наверное, зависит от провинции, от региона. естественно, в каждом регионе свой прожиточный минимум. Допустим, если там в Ангалуси или в Галисии он достаточно маленький, то в стране басков, или в Мадриде, или в Каталонии он будет, конечно, гораздо выше, потому что там уровень жизни выше, и ваши затраты будут, соответственно, выше. Соответственно, вам нужно показать, что у вас есть какие-то деньги, уже, конечно, класть не впритыка с запасом все это. Я, например, когда подавал все, у меня было 10 тысяч на счету, и этого хватило с головой, соответственно, приняли документы вообще без каких-либо проблем. Ну, а в целом процедура дальше идет такая же стандартная. Вы собираете все документы, подаетесь, и миграционка рассматривает ваше заявление. Как правило, все виды на жительство не отличаются по процедуре. То бишь, нет такого, что какой-то из определенных условий дает вам моментальный автоматический вид на жительство. Такого не бывает. Процесс бюрократии абсолютно одинаковый везде. Разность только обоснования и количество бумажек, которые вы подаете. Одно из самых простых это золотая виза, его соединение с семьей, там, где нужно меньше бумажек, и все остальные чуть сложнее, потому что пакет документов там гораздо выше, требования выше, пакет толще, вот, и, соответственно, как бы бегать не больше. В любом случае, для того, чтобы получить вид на жительство гарантированно и без отказов, всегда ищите хорошего специалиста, который будет вести ваше дело, потому что самостоятельно, скорее всего, вам просто откажут. Бюрократия такая, основания меняются, правила маленькие меняются, и то, что в прошлом году работало, в этом году может работать как-то иначе, либо иметь более сложные требования, либо просто более высокие суммы на счетах и так далее. Поэтому ищите своего специалиста и удачи. Ну, давай, продолжим. У нас есть еще такие способы получения вида на жительство в Испании, как статус беженца. Да, статус беженца. Кстати, все еще вариант, но с каждым годом он становится все сложнее. Что такое статус беженства? Это если вас в вашей стране по какому-то принципу притесняют, по вашим политическим взглядам, по вашим религиозным взглядам, по каким-то еще требованиям, по сексуальной ориентации, какие-то ваши особенности. Может быть, вы инвалид и в вашей стране для вас недостаточно условий, вас постоянно везде притесняют, вы не можете пользоваться. Да, сюда, наверное, можно еще включить вид в этот же подраздел, как вид гуманитарной, гуманитарного беженца. Это очень редко где можно найти эту информацию, но такой вид тоже получения беженства возможен. Это когда у вас в стране, в которой вы живете, вас не могут вылечить, да, у вас какое-то очень серьезное заболевание и врачи на вас уже как бы крестик поставили, ко мне люди обращались с такими вопросами, также я общалась с людьми, которые получили такой вид беженства, когда на родине их или их детей просто отказались лечить и отправили домой умирать. Да, есть и такие тоже способы, но опять же это один из самых сложных способов, потому что на него выставлены квоты и они достаточно быстро исчерпываются, то бишь в начале года принимают определенное количество людей, рассматривают их дела, а потом уже вне зависимости от их сложности могут просто пачками отказывать, поэтому имейте ввиду, все возможно, но очень сложно. А по поводу притесений, кстати, они будут абсолютно разные. Допустим, вас бьет жена или муж, это достаточное основание, чтобы податься на беженство. Если у вас есть какие-то, допустим, простые связи с Испанией, вы уже там были, вы знаете, как эта страна устроена, вы хотите уехать туда, чтобы просто этот ваш супруг супруга вас не доставал. То же самое, вас притесняют соседи по какой-то там религиозной причине или по причине вашей ориентации или еще чего-то, вы ищете какие-то доказательства, это можно просто банально сходить в полицию, снять побои или еще что-то. это самое главное иметь доказательства. Обязательно. Документы в Испании это, как бы, слово доказательства является торжественным. Соответственно, что бы ни происходило, на какое бы вы жительство вы ни подавали, идите собирайте любые бумажки. И даже, кстати, иногда вам может казаться, что это недостаточное основание. Для испанцев все равно, любая бумажка это просто подтверждение ваших слов. Соответственно, вы собираете все, что только можете и приносите, задаете это в консульство для того, чтобы подтвердить. Вот такой способ. Так, ну, мы уже вкратце раскрыли, ВНЖ с правом работы на себя. Давай еще раз на этом немножко акцентируем мы внимание, как можно получить вид на жительство в Испании по причине открытия своего ИП или по причине открытия своего ООО, если говорить аббревиатурой русской. Или по-испански СЛ, СЛ, в общем, с личной деятельностью. Здесь то же самое, вам нужно показать бизнес-план, вам нужно найти сотрудников, потому что, если вы открываете, допустим, компанию, вам всегда нужен будет администратор, которому вы будете платить зарплату. и чтобы получить через открытие компании, вам нужно обеспечить определенное количество людей каждый год. Это разная квота, может быть, от 3 до 10 человек, которых вы должны нанять на работу и, соответственно, платить им зарплату. Это, по сути, то же самое инвестирование в Испанию, вы создаете рабочие места и за счет этого получаете ВНЖ. И то же самое работа на себя, это чуть-чуть сложнее, вам нужно, опять же таки, доказать, что вы специалист достаточно высокий, что вы можете создать что-то новое в этой стране и в то же время доказать, что вы не будете отбирать у бедных испанцев их рабочие места или у других людей с правом на работу в Испании. И, кстати, да, здесь же еще вспомнил, очень часто на русском языке в интернете пишут, что получая там ВНЖ в любой из стран Европы, вы становитесь гражданином Европы. Это абсолютно не так. Если у вас есть ВНЖ испанское, вы имеете право жить и работать только в Испании. Вы с этим ВНЖ не можете поехать жить и работать в Португалию либо в Германию либо в любую другую страну. Это уже следующий вид на жительство, когда вы получили ВНЖ в Испании, прожили там от года и больше, получили определенный доход, если это ваш кейс, но только в случае рабочих вид на жительство. Тогда вы можете обратиться в миграционку, показать все документы и податься на разрешение на европейскую работу. Это достаточно бюрократическая процедура, там ничего сложного, но если вы хотите с испанским ВНЖ работать в другой стране, имейте в виду, это только после года проживания в Испании на легальных основаниях и с минимальным каким-то там доходом. Только потом вы сможете получить ВНЖ в другой стране. В любом другом случае с испанским ВНЖ вы можете только находиться как турист до 90 дней в любом другом государстве Евросоюза. Такие дела. Ну и еще раз давай сакцентируемся, у нас выделено как отдельный пункт, хотя мы это осветили в разделе ВНЖ по оседлости, это получение резиденции Испании по замужеству или женитьбы. Да, ну это то же самое, что в соединении с семьей. Соответственно, если вы вдруг познакомились в Испании с испанцем или испанкой и решили связать свою жизнь вузами брака, вы можете это сделать как из России или из вашей страны, так и из Испании, оставшись здесь по туристической визе или даже после ее истечения. Вы просто заключаете брак в испанском ЗАГСе, это называется регистра Севиль, получаете все документы. Это, кстати, достаточно бюрократически долгий процесс, он может длиться от полугода и больше, если вы еще начали всю эту историю летом, когда испанцы все в отпусках, то бишь в августе не работает никто. Что происходит? Вы можете подать заявление, окей, его примут, для того, чтобы вы его подали, вы должны подать какие-то документы, например, в Мадриде, в Каталонии вы должны доказать, что вы где-то год жили вместе, это как доказывается, вы берете справку из-за ютумента, из городской администрации, что были прописаны, допустим, по одному адресу, либо вас связывают какие-то другие вузы, если, допустим, вы жили там в другой, в своей стране или еще в третьей стране, то бишь вам нужно доказать, что вы все-таки семья, они просто напились вчера в баре и сегодня решили пожениться. Такой брак, скорее всего, не одобрит. Но опять же, это смотря, все зависит от региона. И здесь нужно в каждом регионе смотреть свои... Допустим, в той же Контабрии, где ты до этого жила, это делается просто действительно, вы в баре встретили, завтра пошли жениться, никаких проблем. Там у нас с этим проблем не было, у меня не было года совместного проживания, но документы приняли. Ну вот, кстати, да, о получении документов, начали мы документы собирать в мае месяце, а непосредственно уже не решение, а саму карточку на руки, я получила в январе месяце. То есть, начало сбор документов для замужества, май месяц, все документы нам одобрили, это был октябрь месяц, и только в январе я получила документ на руки, хотя одобрили мне резиденцию, как бы сразу через неделю. Здесь также нужно отметить, что в Испании существует два вида замужества. Давай расскажу поподробнее. В Испании есть два вида замужества. Женитьбы это пареходечо, то бишь, гражданское сожительство, которое в Испании регистрируется официально, также и полноценный брак, матримонио называется. В чем разница? Для вас разница принципиальная. Если вы заключаете гражданский брак, вы получаете свое ВНЖ, но паспорт испанский вы получите только через 10 лет. Заключая официальный брак, матримонио, вы получите паспорт через год. Имейте право на подачу документов на паспорт. также года через 3, наверное, скорее всего. И рассматривать его будут достаточно долго. Как это делается? Допустим, пареходеча, как раз таки, гражданский брак, делается гораздо проще. Вы просто подаете документы, полагающиеся, ваше дело рассматривается, и вы там через месяц, два, три идете либо в ЗАГС расписываться, если там нет очереди, либо к частному нотариусу, где, скорее всего, точно очереди нет, потому что вы платите нотариусу. В ЗАГС, кстати, очередь в Барселоне, я знаю, что может быть на год вперед, на полгода точно. Так что, в этом случае лучше идти к нотариусу. В Барселоне любят жениться? В Барселоне там всего один регистр цивиль, и туда огромная очередь, да. Очень много заключается браков, туда приезжают из провинций, из ближайших и так далее, то бишь, там очередь нереальная. Если это случай, там, той же Кантабрии или страны Басков, конечно, там чуть попроще, в зависимости от города. Конечно, если это Бельбаус на Себастьян, скорее всего, тоже будет большая очередь, как и в Мадериде. Но, кстати, в больших городах есть свое преимущество. Там всегда есть консульство вашей страны, где вы можете быстро получить ваши документы. Если вы едете из провинции, то, скорее всего, вы записываетесь либо в Мадрид-Барселону в консульство и опять попадаете в очередь. Опять же таки, за счет всех этих очередей на получение документов от консульства вашей страны, предоставление их и рассмотрение в испанской стране и так далее, проходит целые месяца. Так что рассматривайте, что вы будете получать свое ВНЖ минимум где-то 9 месяцев. Ну, в лучшем случае полгода, но это прям очень большая редкость. Я с таким сталкивался всего один раз, потому что, да, я помогал многим своим знакомым и друзьям это делать и мы проходили через все круги ада. Таковыми они и являются. А тут, кстати, тоже очень часто задаваемый вопрос девушками, потому что зачастую это девушки по этому виду получают резиденции. По поводу легальности нахождения. Вы можете подать документы, начать собирать документы, даже когда вы уже в статусе нелегала. То есть, например, вы приехали по туристической визе, которая дает вам право пребывания на территории Испании, в лучшем случае 3 месяца, могут вам визу-то и на меньший срок дать. Да, 14 дней были случаи, выдавали. Вот. Нет абсолютно никакого криминала, никто вам ничего не скажет. Если вы будете на этот вид поддаваться, собирать документы, если вы будете жениться, уже находясь в стадии своего нелегального положения. Просрочная виза. Просрочная виза. Вот. Ну и, в принципе, после того, как вы вообще, как бы, уже у вас процесс свадебный прошел, то у вас уже на руках даже есть документ, что вы являетесь членом семьи и это вам еще, как бы, дополнительная оператор. Да, это дает плюс, что вас уже не депортируют из страны, потому что разлучать семью это один из самых страшных преступлений, одно из самых страшных преступлений, которое может совершить испанское правительство и оно на это не пойдет, потому что в случае, если они это сделают, вы потом подойдите на апелляции и так далее, они должны вам кучу денег. Ну, в принципе, мы ознакомили вас со всеми способами получения вида нажительства в Испании, ну, здесь, наверное, только осталось упомнить о наиболее экзотических видах, как таковые, например, по, я бы это так назвала, по зову крови, да, например, если ваши родственники являются, дальние родственники, бабушки, бабушки, дедушки являются испанцами, как, например, те испанцы, которые были вывезены из Испании во время гражданской войны в Испании, да, их называют дети войны, которые они живут сейчас в России, и вы являетесь их там внуками, правнуками, детьми, знаю, много у меня таких есть знакомых, которые получили вид на жительство именно по крови, по своей испанской крови, ну и самый экзотический способ это доказать, что ваши предки были теми самыми евреями сефардами, которых более 500 лет назад с территории Испании королева Изабелла I, Изабелла католичка выдворила за пределы своего королевства, но опять же, как мы уже говорили, нет ничего невозможного, если вы на самом деле являетесь тем самым потомком сефардов, то стоит попробовать. На этом мы, наверное, сегодняшний эфир заканчиваем. В следующем эфире мы, или, может, я не знаю, как у нас случится еще с Марком вместе совместить наши эфиры. Следующие темы, следующие две темы нашего эфира будут это 12 способов, 12 аксиом успешной эмиграции. Это касается не только Эспании, это касается абсолютно любой страны. Эти, те 12 аксиом, которые я давно уже вывела и которыми делюсь со всеми уже на протяжении нескольких лет. И еще одной из самых насущных тем, которые мы обязательно раскроем, это как выбрать страну для эмиграции. Тоже очень насущный вопрос, который очень многими обсуждается. Люди не знают, как к этому вопросу, с какой стороны подойти. Это то, что будет на ближайшие два эфира, но эту тему, если она вам понравится, если вы вон там вот внизу, вот там поставите лайк, подпишитесь на мой канал, мы обязательно будем продолжать тему эмиграции в Испанию, тему эмиграции вообще как таковой, тему жизни в эмиграции, с чем сталкиваются, с какими трудностями сталкиваются эмигранты, или наоборот, как в процессе эмиграции в лучшую сторону люди поменяли свою жизнь, об этом обо всем мы будем рассказывать, а также в комментариях пожалуйста напишите какие вопросы вам были бы интересны да, если вдруг мы какую-то тему раскрыли слабо потому что ну сами понимаете профессиональная деформация долгая жизнь в стране очень много информации какой-то в голове есть что-то на поверхности что-то в глубине задавайте ваши вопросы в комментариях и мы по возможности либо на них ответим там же в комментариях либо запишем дополнительные видео прикрепим здесь ссылки и раскроем их вшире вглубь более подробно спасибо что вы были с нами не забывайте этим видео поделиться с друзьями это будет ваша благодарность за наш труд и до новых встреч всем пока пока Продолжение следует...